Труд строителей-нелегалов в Ярославской области пользуется высоким спросом. У сотрудников УФМС работы порой не в проворот. Миграционный контроль нагрянул на стройку в Заволжском районе Ярославля. Над возведением торгового центра трудятся много строителей из ближнего зарубежья. Десять выходцев из Украины зарабатывают свой хлеб незаконно. Всех их задерживают. Сколько в России по времени? Три недели. Полгода. А документы где? Почему начальник документы не отдаёт? Сейчас привезёт. А, привезёт всё-таки? Ты же сказал, что он тебе не отдаёт их. Ну вот, всё уже, уже нашлись. Нелегалы выполняли разные виды работ. Клали кирпич, вязали арматуру. Некоторых из России уже выдворяли, но они всё равно возвращаются на заработки. Тебя уже привлекали, да? Да, я здесь был. Уже за что штрафовали? Тоже за отсутствие разрешения на работу? Да, да. А где, на каком объекте работал? На этом же. Один из иностранцев уже полгода незаконно находится на территории Российской Федерации, поэтому в отношении его судом вынесено решение об административном выдворении с помещения в Центр временного содержания для иностранных граждан. Всем без исключения задержанным грозит огромный штраф. Санкции последуют и к хозяину стройки. Его могут оштрафовать на 25 тысяч. А сама организация может лишиться 200 тысяч рублей. Дюргий Колчин, День в событиях.